Здравствуйте, друзья! В преддверии окончания тяжелой рабочей недели ваш верный друг, репортер Алексей Коноплев, расскажет о трудовых подвигах наших горожан. Сегодня истории про тех, кто чистит и спасает. Смотрим. Не хочешь, а придется. Поселишься в средней полосе, придется переживать все состояния погоды. Последние пять дней зимушка-зима ежеутренне выгоняло самарцев на зарядку. Автомобилисты чистили дворы и машины, пешеходы накачивали ноги. А для кого-то снег – самое хлебное время. Репортер проследил за теми, для кого зима – лучший работодатель. Беречь руки-ноги и, конечно же, голову, чтобы не перекладывать с больной на здоровую, простой совет. Надо как можно чаще любоваться крышами и балконами зданий вдали от них. Вот такие прелести зимы уже двух самарцев уложили на больничную койку. Сосулькой по голове досталась 20-летнему молодому человеку и 26-летней даме. У обоих сотрясения. Жить будут. Коммунальщики трудятся в поте лица, чтобы имидж города не испортить. Те, кто халтурит, будут платить штраф порядка 50 тысяч рублей. Но коммунальщики экономные. Ежедневно на борьбу сосульками отправляют больше ста человек. Работа как работают. Была бы работа, значит, будем здоровы. Нормально, работать можно. 840 домов, представляете? 840 домов и один подъемник. Вот как можно на 840 домов охватить полностью сброс снега, налить сосулек именно одним подъемником. А остальные бригады ходят перед шестами. Понимаете? Где достают? Я дочаник живу номер 3. Когда работаешь, страха нет. Надо людям, как сказать, ну, чистить город, крышу надо чистить. Тут тоже не до страха, просто работаешь, выполняешь свою работу и все. Пресс передавать. Давай, мужик. Спасатели этой ночью тоже не спали. Они проводили сложную операцию под селом Большая Черниговка. Доставали из нефтяной автоцистерны 25-летнего мужчину. Бедолага задохнулся. Видео с места событий. Поздно вечером 25-летний сотрудник элеватора полез в автоцистерну. Решил устранить неполадки, но нарушил технику безопасности, не надел маску. В итоге надышался гарью, потерял сознание и упал в емкость. Его сослуживцы не сразу поняли, что произошло. Сначала пытались помочь коллеги своими силами, потом вызвали местных пожарных. Но огнеборцы в узкое горло емкости не пролезли. Тогда из Самары в Большую Черниговку пришлось вызывать областных спасателей. В дыхательных аппаратах они спустились внутрь и достали тело мужчины. Теперь следователям придется выяснять, почему и по чьей вине на производстве не соблюдают технику безопасности. На этом у меня все. Спите по ночам крепко. Прощаюсь с вами до понедельника. Увидимся в итоговой программе.